Всех приветствую на Укралайфтирии. Наконец начинаем сезон с Алексеем Арестовичем. Сезон охоты, сезон дождей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Андрей. Такая почти рифма. Я вот что подумал, тут как-то мы не виделись довольно долго, да? И читаешь же Фейсбук, ну и конечно, люблю читать Арестовича. И всех отсылаю к Алексею Фейсбуку, к его там включениям прямым. Но хотя вот что-то тезисно прописанное, даже как-то оно застревает, может быть, посерьезнее, чем наши разговоры в студии и какие-то выводы из них. Но параллельно же читаешь всяких друзей Фейсбук. Ну, два фестиваля, как минимум, в Венеции закончился, победил там фильм, кстати, европейский, там Рома, Рим. И такой фестиваль в Казани. В Казани фестиваль тоже татары, тоже, можно сказать, нация, что у нас народ, да? Татарский, но тут крымско-татарский, но все равно татары, они нам как-то даже и поприятнее, как писал Катабригов. В Казани фестиваль, где очень много такого азиатского кино и там, ну просто это вот, можно сказать, в кинематографе такие тигры или даже львы, там фантастические фильмы, о них пишет Дарья Митина. И я вот подумал, если так лето посмотреть и даже осень, не о прогнозах, а вот о какой-то такой панораме, о срезе, не кинетографическом, а вот о срезе Арестовича, вот что он посмотрел, какие сюжеты главные его волновали, вот что в первую очередь приходит в голову, за время, пока мы не виделись. Ну, первое, что мне бросилось в глаза, это как быстро сдулся политический и медийный капитал, полученный России на чемпионате мира. То есть моментально, фух, и нет. Потому что они получили очень крепкое медиа, прессу, очень крепкое общественное мнение, что в России вот хорошая страна, и на нее наговаривают напрасно, но всякое такое. Вот отличный чемпионат провели, все хорошо. И потом вот это несуразное отравление Скрипали, и, так сказать, данные, которые они получили, британцы. Плюс история с Сирией, и все, как будто нет. Вам серьезно, это вот видео, какие-то два таких пацанчика, это все имеет как бы доказательства, или насколько это можно? Британское правосудие же исходит из другой системы. Что такое российское правосудие? Это школа права, которая континентально исходит из французской и немецкой школы, скажем так. А англосаксонское право прецедентное, они судят иначе, и сам правосудие развивается. Вот континентальное право очень консервативное, а это развивается. И они судят по классической формуле аналитической философии, которая звучит так, что мы ищем наилучшее объяснение. Формула наилучшего объяснения. Фоновые данные. Мы берем первый член этой формулы, это фоновые данные о предмете, который мы, в принципе, знаем. Контекст. Второе, это самое простое объяснение, самое вероятное объяснение или объяснение в диапазоне. То есть оно не должно вываливаться за пределы определенного диапазона. Вот они говорят, мы рассматриваем эту ситуацию так. Автор этой формулы, ныне из живущего классика философии Ричарда Суинберна, кстати, он блестяще знаток русского языка, переводчиком был военно-морской разведки английской, знает русский язык, и предисловия к своим книгам по аналитической философии, и редактирует их сам, потому что знает русский очень хорошо. И, кстати, он православный греческой церкви. Его официально поздравляли, когда британское правосудие применило эту формулу, потому что они как бы развиваются, преподаватель в Оксфорде, в Кембридже, научил юриста, видимо, они применили. Они говорят, что фоновое знание гласит о том, что Россия ликвидировала уже людей. История в Катаре с ликвидацией чеченских боевиков, истории в Турции, которые происходили, та же история с Литвиненко и так далее. Это мы знаем. Второй момент. Мы знаем, что газ-новичок, прерогатива исключительно Российской Федерации, разрабатывал примененное вещество, только ей. Причем в режиме особой секретности, крайнего ограничения доступа. То есть люди, не связанные с правительством, не могут его так просто купить на рынке, получить и так далее. Самым простым объяснением, исходя из этих фоновых знаний, является, что его применили лица, аффилированные с официальной Россией. Однозначно. Иначе как они получили этот газ? Кроме того, у этих товарищей, которые исполнители, которых подозревают, паспорта отличаются на две цифры. Номера паспортов. То есть это видно, что в этом присутствует определенная системность выдачи этих паспортов. Самое вероятное объяснение, что все-таки на основе этих фоновых знаний, самым простым вероятным объяснением является, что лица, аффилированные с официальной Россией, применили этот газ против человека, который был когда-то официальным лицом России, полковником ГРУ российского. Можно рассматривать другие варианты. И российская, например, пропаганда, она предполагает, как сразу сбрасывали множество альтернативных версий, чтобы в них запутались. Они тогда ели СМИ-17 и так далее, с отравлением. Но британцы говорят, вот у нас есть утонченная школа мыслей, которая дает аналитическая философия, и наилучшим объяснением является вот это. Мы, они же не заявили сразу о санкциях, они попросили российское правительство опровергнуть, либо подтвердить эту информацию. Предоставить, как эти лица, аффилированные с российской официальной властью. Та отказалась. Тогда они записывают в новое фоновое знание, записывают, что факт отказа Российской Федерации хоть как-то прояснить эту ситуацию. О происхождении новичка, там допустить инспекторов и так далее, и так далее. То есть они получают в фоновое знание еще один массив данных, который гласит так. Российские официальные органы противодействуют чему? Систематическому расследованию в соответствии с международным и национальным правом Британии. Но как бы это никак не добавляет России к официальному Креблю баллов и очень сильно укрепляет подозрение правительства и ее величества в том, что все-таки официально Россия замешана. И они говорят, мы начинаем действия исходить из того, в которых наиболее вероятным, наиболее простым, наиболее разумным и согласующимся с фоном информации, которая у нас есть, объяснением является то, что официальные российские лица дали приказ и предоставили возможность уничтожить Скрипаля бывшего полковника из российских же официальных органов химическим оружием на территории Британии. Мы начинаем систему воздействия на Россию, а вы приглашаетесь к расследованию. В любой момент вы можете предоставить нам информацию, которая нас заставит переменить, наше мнение. Россия не предоставляет. Они медленно усугубляют это дело. И говорят, правительство дает указания своим органам исполнительной власти и отчитывается перед парламентом британской, исходя из этой гипотезы. Они строго научно действуют. И они же открыты. Они же не говорят, все, мы больше не рассматриваем никаких аргументов России или других сторон, или частные аргументы этих лиц. Предоставьте этих лиц, пусть они скажут, что они делали в Британии. Пусть дадут показания, в конце концов, эти два джентльмена. Ничего подобного не происходит. Говорят, ну хорошо, тогда мы добавляем фоновое знание, ваше систематическое противодействие. Оно усугубляет, оно подтверждает нашу гипотезу. Пока не доказано обратно. Фальсифицируйте, они говорят, на здоровье. В соответствии с Карлом Поппером, с научным методом, они производят это свое. Правосудие воздействие. Россияне кричат, что это что? Никто так не судит. В одноборном никто не боюсь. Они говорят, это у вас не судят, у вас консервативное право. У нас право продвинутое давно уже, и мы вот судим так. Исходим из этого, да, и будем судить. А сейчас... Не перечеркнуло фон от, так сказать, чемпионата мира? Ну, сильно перечеркнуло. То есть, какое-то дело, ну какое, конечно, там... Да, злодеи, которые травят людей боевым армии, бальхимическим оружием на территории Британии. Это очень нехорошо. Западный обыватель не понимает, может быть, нюансов сирийских, нюансов украинских. Но вот применение химического оружия на своей территории, особенно когда пострадала там эта безработная, которая из ящика благоговорительную достала этот флакон духов, где был новичок, и побрызгала себе на запястье и потерла. Ну, женщина, да, дорогие духи, и после этого умерла. А ее там визави, ее друг пострадал, ослеп и так далее. Это очень сильно действует на обывателя. А в конце концов, на что направлена любая пропагандистская работа? На захват мозгов обывателя, на захват дискурса в этих мозгах. И чемпионат был мгновенно перечеркнут. Потому что там, условно говоря, сколько там миллионов съездило на этот чемпионат. И там с мультипликацией 5 получили позитив от этого чемпионата. Ну, условно говоря, там сколько? 5 съездило, на 5 умножить. 25 миллионов на Западе решило, что Россия классная страна. И с 500 миллионов Евросоюза, там и 300 миллионов Америки. А вот тому, что Россия отравила обывателей, даже не предателей, а в результате их действия обыватели отравились. Что следы этого новичка везде, в гостинице, в самолете и так далее. Что другие могли люди отравиться. Что тогда погиб полицейский, ну там или это сильно отравился. Это пугает всех 800 обывателей. Весь золотой миллиард очень сильно. И мгновенно вся история, которую вкладывали в чемпионат, она была зачеркнута новой историей. Ну, и резонанс с химическим оружием, может, в Идлибе, да, там перейдем к Сирии. Опять же, да, тут же идет связка Сирия, Идлиб. Это последний анклав в Сирии, где сохранились боевики. Все остальное Россия с помощью Асада и Ирана зачислила. Ну, россияне, иранцы и... Ну, боевики, там уже какая-то демократическая оппозиция режима Асада. Да, но это с точки, я сейчас изложил версию россиян. А версия Запада заключается в том, что там есть системная оппозиция. Кого там только нет. Да, и одновременно есть плохие всякие боевики, неподконтрольные группировки. Кроме того, очень много мирного населения. Да, Асад с Россией и Ираном застретачивает огромную группировку сейчас, которая на границах Идлиба, которая должна решить вопрос последнего анклава. Турция и США дружненько заявляют, что и все остальные товарищи. Ну, Израиль тоже. Франция, Германия, Израиль, да. И этот сам, вот Германия вчера заявила, что готова участвовать в бомбардировках. Кого? Беспрецедентная, да. Ну, вот, там тех нехороших Асада, если он применит химическое оружие. Угу. И британцы заявляют, что на этом фоне американцы, что вот подождите, товарищи, они же не только в Британии травят там избирательно, они пытаются травить, они сразу пытаются химическим оружием закидать массы населения мирного. Лучше традиция Хусейна, да? Да, а ведь это фоновое знание об этой ситуации какая? Что применял Асад химическое оружие неоднократно, как бы, да? Ну, вот, мы типа дадим по голове. Тут россияне заявляют, что вы как хотите, давайте по голове, и все такое, мы будем бомбить то, что мы хотим бомбить, потому что... Ну, даже уже были там, ведь, вылиты, да? И начали наносить, да, боевые, начали наносить удары по Идлеву, и говорят они, что они работают против узбекской группировки, которая не подконтрольна никому. Их где много русских, русскоязычных, поэтому типа мы тут воюем. Ну, и предупредили американское правительство о том, что они будут наносить удары, где концентрация американских военных по территории, нас это не остановит. На что американцы заявили, вы наносите на здоровье, а мы, как это, если возникнет угроза нам, или нашим союзникам, или нашим интересам, ответим немедленно и безыкопорочно, как уже было, когда-то, они намекают на группу Вагнарова, уничтоженную. Да, и тут же начали учения, которые показывают боеспособность американских войск в том месте, где россияне планируют наносить удары. Тут съезжается Путин позавчера в Тегеран, и происходит встреча Эрдогана, лидера Турции, Путина и лидера Ирана, они обсуждают этот вопрос. После этого Путин летит в Германию, к Меркель, и накануне этого визита Меркель, вернее Эрдоган летит, и Путин, они независимо встречаются. И накануне этого Германия заявляет, что она будет принимать участие в бомбардировках Асада, если применят химическое оружие. И западная пресса полна чему. Линия проводится, Асад готов вместе с россиянами провести химическое оружие, применить. Запад готов на это отреагировать бомбежкой Асада, и не остановится перед воздействием на российскую сторону вооруженной силы, если понадобится. Ну, грубо говоря, там очередной раз стал призрак мировой войны. За этим всем чемпионат уже... А не призрак сбитого самолета? Ну, там условно говоря, да, чемпионат для обывателя именно. Чемпионат уже никто не вспоминает на этом фоне. Ну, это не просто имиджи потери, это же возможно какие-то усугубления санкций или что это? К чему это может привести для России? Усугубление санкций, да, кроме этого ввели же санкции МОВ. Вот сейчас Британия, перед тем, как мы начали этот эфир, я посмотрел внимательно новости, Британия оценила, объявила в прессе газеты Independent, объявила последовательность санкций, которые Британия хочет вводить против России, и оценку. Значит, они немедленно хотят арестовать порядка 3 миллиардов долларов, принадлежащие аффилированным лицам. Потом речь идет о 23 миллиардах, Путина и его ближайшее окружение, основные компании, которые в Британии находятся. Миллиардов долларов. Миллиардов долларов, да. А в конце концов они говорят, что в нашем распоряжении возможность нанести России, российским официальным лицам, ущерб на 600 миллиардов долларов, потому что это все хранится в Британии. Тем или иным способом. От недвижимости заканчиваем имуществом компаний, госкомпаний, ценными бумагами и просто в банках конкретными деньгами. Говорят, вот наш диапазон. И мы будем это бомбить, они говорят, пока что Россия не выдаст виновных. Или не начнет сотрудничать со следствием. Вот ближайшие немедленные санкции, которые точечно бьют по окружению Путина, это уже 3 миллиарда долларов. Примерно на 3 миллиарда долларов. Следующий, он говорит, пакет через пару месяцев вроде бы как 23. Плюс калечащие санкции американцев, которые они наложили на россиян и наложат немедленно, если ситуация... А что за калечащие санкции? Ну есть санкции предупреждающие, санкции ограничивающие, а есть так называемые калечащие санкции. Это официальная терминология в британском новоязи, в англо-саксонском. Но она уже перешла в русский новояз. Это когда последствия для экономики начинают сказываться не отдаленно, не через 5-6 лет, а немедленно ограничивать. Вот в связи с применением химического оружия, все того же, против Скрипаля, уже Конгресс США ввел санкции помимо Трампа, против которых Трамп борется, которые носят калечащий характер против российских банков и так далее, экономики, там целый пакет. И через 2 месяца они опять, через 3, они должны ввести очередной пакет. То есть тиски зажимаются все сильнее, и речь идет уже об ударах по ближайшему окружению Путина. Кроме того, британский, американский парламент поставил американской разведке прямую задачу отчитаться через 3 месяца, по-моему, насколько я помню, ну, в любом случае, не больше полугода, о коррупционных связях самого Путина. То есть они раньше пытались, как это, смысл этих санкций был такой, обрубить России возможность конкуренции, например, и проращивание новых ветвей развития экономики, например, в Арктике, добыча нефти и газа в Арктике, потому что сложное оборудование для этого необходимо, поставляют только за обыдные страны. Потом возник вопрос о том, что надо создать группировку в Кремле или в экономике российской, которая недовольна политикой Путина, и с тем, чтобы она на него повлияла через систему санкций. Теперь вопрос ставится так, нужно искалечить ближайшее окружение Путина, сделать их жизнь невозможной, лишить их состояния, довести до состояния и несостояния. А сейчас речь идет о прямом ударе о самом Путине. То есть постепенно эта вся история сжимается, и, ну, как это, когда их спрашивают, что же вы делаете, товарищи, они говорят, ребята, вы думаете, что применение боевого химического оружия на территории страны НАТО вам так просто пройдет, что ли, или как? Погибли британские граждане. Да, казалось бы, вот такая вещь, я почему начал с фестиваля, потому что по-прежнему еще одна же фигура, ну, по-прежнему, пока режиссер Сенцова, только уже не знаю, кто-то об этом говорит, не только кинематографисты, и вроде как все ждут от Путина же каких-то действий. Конечно, связать это все, может быть, и легко, но не будет это слишком так существенно, сущностно, но, тем не менее, возможно ли какие-то действия со стороны того же, скажем, администрации Путина, отлично Путина, которые бы ослабили вот это давление на Россию, или он пойдет до конца, не обращая внимания на все это, и, наоборот, тем самым о российских гражданах, фундируя вот это вот чувство. Ну, тут же момент какой? Политика искусства возможного. Перед тем, как будут сделаны действия, идет психологическая волна. Волна заявлений, давление, демонстрация готовности и всякое такое. Но есть готовность, а есть способность. То есть то, что россияне говорят, заявляют на весь мир, что мы готовы бить по войскам США, если они попадут под наши бомбы, нас не остановишь, Питерская подворотня, это хорошо. На чувствительные страны, подобные маленьким странам, наверное, это производит впечатление, да и на Германию, там Францию тоже. А вот на американцев не производят, и на британцев. Они говорят, ну, хорошо, давайте так, вы готовы, это одно. Теперь наступает этап способности. Вот вы приняли решение наносить удары. Теперь давайте покажите нам, как вы их наносите. А потом быстро выяснится, что готовность и способность – это очень разные вещи. Когда Россия попытается... До этого может дойти до что они там... Ну, они могут нанести, убить какой-нибудь там американский патруль в рядах курдов, каких-нибудь там, до которой находятся, попадет бомба. Американцы не будут ждать, пока убьют американского солдата. Они собьют при малейшей угрозе, которая возникнет. И турки поучаствуют, и Германия с Францией поучаствует и так далее. И Израиль поучаствует, все дружненько поучаствуют. Саудовская Аравия, Катар поучаствуют. Хотя они там в сложных отношениях, но у них есть общие позиции по Сирии. Поэтому, как это? Демонстрация готовности – это одно. Я могу сказать, что я готов в одиночку освободить Донецк. А способен ли я в одиночку освободить Донецк? Это большой вопрос. Поэтому заявление – это одно. Политика в значительной части делается на заявлениях и демонстрации готовности. Но это для тех, кому не очень-то и хотелось. У блока НАТО и союзников в Сирии, скажем так, англосаксон, то, что творится вокруг международного сообщества западного, у них очень много а – и готовности собственной, и б – и у них возможности совсем другие. Алексей, ну посмотри, буквально два крутых вопроса. Все-таки можно же сегодня как бы осторожно утверждать, что не удалось даже американским президентам, одному и второму сейчас, режим Башара Асада куда-то поднимать, смести. Какие-то были движения, были серьезные, сколько там жертв, беженцев, прочее. То есть пока что Башар Асад даже как-то, понятно, в сотрудничестве, или, скажем, в союзничестве не только с Ираном, с Россией, но может там еще с кем-то, вот поддавливают кидлибу даже какую-то часть, в свою очередь имеющихся союзников в лице, вот перечислено. И второе, зачем вот Россия сейчас настолько демонстративно готовится к атаке на этот Идлиб? А зачем мне отдавать Сенцову Россию? После перейти к главному вопросу, зачем ей вот сейчас, поменяв кадры… Просит все мировое сообщество пожалеть режиссера. Потому что серьезные заявления заявляют президенты, да, главы международных ассоциаций, но Сенцова не отдают. Хотя вопрос помилования президента Российской Федерации, одна подпись и все. И создают переговорные позиции. Вот когда они кого-то захватили в заложники, с ними вольно-невольно, пусть даже кривясь от отвращения, но вынуждены разговаривать. Представим себе жилой дом, в котором есть вот всегда, есть такой сюжет, когда какой-нибудь одна сварливая бабка живет. И все хотели бы, чтобы она не жила здесь, ее убрать, да, не мешала нормальному миру. Потому что она все время скандалит, бьет окна, определяет какие-то претензии, но пока, но с ней вынуждены разговаривать, особенно если она живет в одном подъезде с вами. Вынуждены. Вот Россия ведет себя как эта бабка. Пока она шантажирует всех вокруг, там, значимыми вещами для этих людей, они вынуждены с ней договариваться, как бы они не кривились от отвращения. Ну вот, значимыми вещами, даже не сюжет, а фабулы. Через три сюжета к нашей фабуре на юго-востоке нашей страны. Вот что там? Вот как Россия здесь себя ведет после там этой явно смерти Захарченко, потому что там вереница смертей такая, что наводит на размышления, но ясно, что никакого следствия там не будет. По моим наблюдениям, Россия решила, что слишком много степеней свободы так называемых ЛНР и ДНР. Что ей нужно куда более прямое и конкретное управление, и они убирают лишнее звено в виде излишне самостоятельного там члена руководства, и их иллюзии на этот счет, ЛНР и ДНР, начиная с Плотницкого, теперь Захарченко, и делают более управляемого. Сейчас пошли сообщения о том, что они ликвидируют так называемые лишние подразделения в ЛНР и ДНР, силовых структурах, условно говоря, и лишнее звенья управления. Есть, например, информация о том, что будет Министерство обороны ЛНР демонтироваться. Люди, которые очень склонны видеть во всем ужас впихивания Донбасса нам, говорят, что они готовят его к сдаче, это Донбасская интеграция в Украину, я в это абсолютно не верю, могу доказать. И доказательство заключается в том, что никто не отказывается от такого инструмента, которым является ЛНР и ДНР. Нету ни одного формального и неформального повода для того, чтобы... и путей, которые можно реально осуществить сейчас приемку ЛНР и ДНР в состав Украины. Они просто делают их более управляемыми в преддверии украинских выборов, в преддверии ужесточения общей ситуации общей мировой против России, для того, чтобы все распоряжения отдавались прямо, а не буксовали в излишне сложной системе управления. И постановка Пушилина показывает, что... что... как это... даже Захарченко был более самостоятельной фигурой, нежели та, которую поставили. То есть они просто оптимизируют управление. Это значит, что они не собираются отпускать эту ситуацию, наоборот, собираются управлять так, что они отдали распоряжение, оно выполняется немедленно, а не там какие-то приобретают коннотации. Может, готовиться к миротворцам как-то потихонечку? Ну, хорошо, ввели они миротворцев. А зачем? Ну, зачем, чтобы война... Зачем россиянам это? А зачем им, чтобы прикрешать война? Они имеют две раны в нашем боку, засунули пальцы и как-то управляют ситуацией, с ними разговаривают, вынуждены учитывать их интересы, и так далее, и так далее. А если ввели миротворцев и на себя ответственность приняло мировое сообщество, уже зачем разговаривать с Россией, и о чем? Все, они лишаются чего? Переговорной позицией. Они всю политику ведут так, начиная с Сенцова, заканчивая Либом, чтобы иметь переговорные позиции. В том числе, Юго-Восток, например, и для нас наиболее интересно. Лишение переговорных позиций, это вот как бы... Вот смотрите, сейчас такой казус интересный произошел. Сегодня один из министров, замминистра по оккупированной территории, Гринев сказал, что мы согласны дать воду в Крым, если вы, официально россияне, признаете оккупацию Крыму. Признаете? Да, какая вилочка интересная. Мы дадим, вы признаете, что вы Крым оккупировали, мы даем воду, необходимую и для азота, катастрофа в Армянске, и вообще для мелиорации землепользования, и просто население Крыма. То есть Крыму необходима вода, недостаточно, не самодостаточная, никакие скважины его не вытягивают, там назревает системная катастрофа, связанная с непостановкой воды. Вот, россияне это прекрасно понимают, но они кричат, хоть камни с неба, никогда в жизни, никогда не признают. Потому что для них признать оккупацию, это что? Это лишение фундаментальной переговорной позиции, которая заключается в том, что народ Крыма сам проголосовал за присоединение к России, поэтому это аннексия закона. А в противном случае, они признают законность всех санкций, законность того, что они оккупанты, и вот это резкая смена контекста, и с ними совсем по-другому разговаривают, уже как с оккупантами. Поэтому, учитывая, что Вестфальская система, а мы до сих пор живем в Вестфальской системе международных отношений, это лавирование на уровне возможного и сохранение баланса сил, россиянам нужно все время показывать всем аффилиантам в своем мировом сообществе, что а, есть сила, б, есть что балансировать. Предметом баланса являются спорные точки. Если они водят миротворцев, ликвидируется спорная точка, и предмет чего? Балансирование переговоров, потому что так ДНР, ЛНР или Крым это предмет этого самого, а так, это оккупированная территория, статус ее однозначно ясен, нечего балансировать, понимаете, нечем разговаривать. Сразу тогда наступает когнитивная ясность, а значит нечего обсуждать. А за когнитивной ясностью следует конкретное решение, которое будет принимать международное сообщество и правительство разных стран. Вот как случай с Искрыпалем, они же пытались и тему Искрыпаля сделать переговорной позиции, давайте докажем, что это мы. Но тут с ними поступили совершенно иначе, потому что Запад в этом почувствовал угрозу ядра своим интересом. Запад делится четко на ядро и периферию, на периферии, пожалуйста, можете делать что хотите. Они не очень опасаются, за это позволяют люфт и так далее, например, Сирия периферии для Запада. Но как только убит британский гражданин химическим оружием, разговор сразу предельно жесткий, конкретный. Например, пиццерии на Пикадилле в Лондоне. Но попробуй купить что-нибудь из ядра экономики. Все же вот об этих калечащих санкций. В какую сторону это может развиваться, учитывая, что так или иначе доходит информация, есть определенная социальная напряженность в связи с реформами и увеличением пенсионного возраста. В самой России, конечно. Это же прямое увеличение пенсионного возраста это прямое следствие санкций. Вот вчера было там попытки выступления, более тысячи задержанных, полиция молотит всех этих россиян от молодежи до стариков, которые требуют остановить. И даже была попытка закрепиться у Стеллы на какой-то из площадей Москвы, я ее сейчас не назову, там, где картинки были. Очень похоже на наше закрепление у Стеллы на Майдане в первые в годы. И там уже чуть ли не успели объявить Майдан, но не успели. И это все нет хорошей жизни, потому что планка пенсионного возраста для мужчин в России превышает среднюю продолжительность жизни, которую подняли в России. То есть для мужчин проблема дожить до этого пенсионного возраста. Это введение, это прямое следствие санкций. Уже прямо сказалось на население России. И борьба телевизора и холодильника, по крайней мере, вчера в пользу холодильника. Жириновский ударил демонстранта, еще сказал, что он его посадит, это снято на видео, на него в суд собирается подавать. То есть дошло до эксцесса, зампредседателя Государственной Думы бьет демонстрант. И как бы вот оно следствие. А мы же не в состоянии с вами оценить, как переживает окружение Путина и сам Путин, эти санкции, особенно если они направлены прямо на него, а они сейчас направлены прямо на него. Ну плюс это калечащие санкции для российской отрасли, которая обеспечивает экспортный доход и развитие технологии, какой-то технологического пакета, нахождение России в клубе индустриальных держав. Ну и кроме того, это же крайне болезненная тема для России, это проблема Северного потока-2. Ну и тем никто же не снимал в поиске. Да, американцы санкции поставили так, чтобы они, санкции за Скрипаля поставили так, чтобы они били по тем, кто хочет кооперироваться с Россией в устройстве, в том числе европейцам, в устройстве Северного потока-2. Вот, и видите, какая игра идет сложная. То есть Германия, например, по Германии видно, насколько сложная игра. Германия хочет провести Северный поток, потому что хочет стать крупнейшим хабом газовым Европы. Получить таким образом независимость. Переиграть Италию, переиграть Австрию, где крупные хранилища и так далее. У них долгосрочная политика, в том числе в рамках выработки зеленой энергетики и так далее. Замены, диверсификации и прочее, прочее. Они делают Южный поток Турецкий и вот Северный поток. Они заинтересованы проведением этого потока. В то же время американцы говорят, так, товарищи, не только на вас наложим, на немецкие компании, но еще на всех афилянтов, которые, финнов, шведов, кто присоединится, тех и будем бомбить за этот Северный поток. Россияне говорят, так, товарищи немцы, давайте-ка мы все-таки будем самостоятельны в этом вопросе от США, потому что иначе приедет очень много беженцев из Идлиба, которые мы разбомбим. А вы помните, прошлый поток, помните, который привел к кризису в Евросоюзах, а принимать-то будет Германия через Турцию. В Турции уже полтора миллиона беженцев, которые могут перебежать в Германию прямо сейчас, добавится еще миллион, и капец. И тут немцы заявляют, что мы будем бомбить Идлиб, вернее, Асада вместе с американцами, вне зависимости от проблемы с американцами в Северном потоке, по вопросу беженцев, и так далее, и так далее. Сложная, тройственная игра, а еще немцы говорят, что мы обязательным условием Северного потока-2 является сохранение транзита через Украину, пусть даже скажем. Но вот клубок противоречий, который вот газовый рынок в Европе, проблема Юго-Востока Украины, проблема Сирии, и очень хорошо замкнулся через отравление, в кавычках хорошо, через отравление Скрипали, через акт войны России на территории страны-членов НАТО. И НАТО получило казус Белли и формальный повод решать проблемы Сирии, Юго-Востока, Крыма и Северного потока, все время апеллируя к отравлению Скрипали, накладывая санкции за это. И Россия сама таким образом дала оружие, которым можно бить ее. Как экономику, так Путина, так и его ближайшее окружение, а косвенно страдает и народ, в руки этому самому. Поэтому, когда все мои комплименты о том, что в России хорошие планировщики, вот в такие случаи заставляют проблематизировать свои собственные слова, что-то они не допланировали. То есть, даже МН-17 куда-то ушел на задний план? Нет, никуда не ушел, в ноябре суд открывается. То есть, к Новому году должны наступить второй пакет британских санкций, второй пакет. Усиление сигнала. Американских санкций, да, плюс, возможно, за Идлиб будут санкции дополнительные, плюс открытый суд по МН-17, где Путин будет назван на его окружении, или, по крайней мере, официальные лица России прямыми виновниками. Не только отравления, но и сбития самолета. То есть, к Новому году им станет совсем хорошо там. Очень сильно хорошо. А что будет весной, это уже очень большой вопрос, потому что там должен был ввести третий этап санкций, станут проблемными уже не 3 миллиарда, не 23, а 600 миллиардов. 5 миллиардов уже в Швейцарии арестовали уже месяц назад, незаметно. А чьи? Российские. Ну, там подробности пусть знают. Они выдают всех тайных, эти швейцарские банки. Но написано четко, это российские деньги, аффилированные сроковостом России. И их фирмы. И, ну, так это вот, как этот разряд санкций, это их качество, это их система организации, этих санкций, в течение года-двух могут привести Россию к крайне глубокому внутриполитическому напряжению. Скажем, в какие формы она вылится в вопрос, но там уже начинаются очень нехорошие дела. Вчера прошла информация, что были выборы в Забайкальский федеральный округ, Единая Россия с треском проиграла. ЛДПР и коммунистическая партия взяли по 27%, Единая Россия 80%. Это при административном ресурсе, при том, что явно натягивали с треском. Впервые за много лет Единая Россия проигрывает в выборах в округе и так далее. Региональные элиты зашевелились, потому что народ же к ним ходит за дайте пенсии, за все остальное и так далее. То есть ситуация начинает дрожать и колебаться в России. Жестокость, которую подавляют, террор настоящий. Это показывает, что у власти не очень-то много осталось аргументов, кроме террора. На фоне введения пенсионного возраста они не могут компенсировать это другими социально-экономическими вещами. Мы нужны просто пугать тех, кто в будущем собирается на демонстрации. Но, к сожалению, я вот делаю такое, слушая вас, что для нас это все равно почти ничем не вернется, кроме того, что, к сожалению, опять же, на Юго-Востоке будет продолжаться... Да, война будет продолжаться, все люди, которые говорят, что Украину запихнут, очень крупно ошибаются. Тогда перейдем к тому, что все же... Вакаров, помните? Вакарова с вами, помню, здесь и не раз. Он же сказал очень четко, что когда он разговаривает в кулуарах с российскими экспертами, в российской официальной милиции, они говорят, что что бы с нами Запад не сделал, отомстим мы на Донбассе за это. Что санкции, значит, больше обстрелов. А на чем им бедным отрываться еще? Только так. Но и здесь же не все благополучно. Потому что новые оружейные контракты идут. В ответ на провокации России в Азовском море американская сторона сказала, американцы сказали, что дадим противокорабельные ракеты и ПВО. То есть и здесь Россию подпирают очень сильно. Так как откуда с берега будем отстреливать? Там же вроде у нас флота нет серьезного. В России работают, вернее, военные работают через тень, через угрозу. То есть наличие ракет, значит, на карте военные рисуются радиус поражения, высчитываются вероятности и понимают, что эти действия становятся проблемными. А военные предпринимают только те действия, которые имеют там 85% вероятность на успех. То есть если вероятность падает ниже 50%, при наличии хорошей группировки противокорабельных ракет она упадет до 20%, сразу определенные действия не предпринимаются. Похоже на какую-то войну на море уже? Это классическая морская экономическая блокада, которая является актом войны. Потому что это война не военными средствами, но как это действие на море, морская блокада является согласно закону Украины об обороне, это является одним из видов военной агрессии против нас. На что украинская страна отвечает соответственно, начиная с переброски группировки, какая уже не на есть, там этих четырех катеров, заканчивая усилением международного военно-технического сотрудничества, обращением в международные инстанции, в суд ООН и так далее. Более того, ООН, мы забыли, в ООН всерьез прошла, сейчас ассамблея, Ген, где Россию там растерзали, Китай и Армения, Армения присоединилась, новый президент Армении сказал, что, что, его премьера, пардон, он сказал, что он присоединится к санкциям за отравление Скрипаля против России, Армения, последний анклав. Да, Китай не поддержал Россию и выступил с осуждением. И до Днестровья дойдет до Северной России. Да, выступил с осуждением России и кремлевского режима за отравление Скрипаля, Китай, на которого они так много делают ставку, проводя в частности сейчас совместно российско-китайское учрение Восток-18. И, так сказать, международное сообщество ополчилось и выступает единым фронтом, потому что есть вещи, которые нельзя переходить. Вот, поэтому, а помните, что было два месяца назад, и что мы констатировали? Полный фарш во всем мире, Россия на коне, потому что чемпионат показал достичь. Вот это вот урок нам, что международная обстановка может меняться с головокружительной скоростью в современном мире, который крайне связан и средства воздействия на которого крайне сильны. Скоро не обстановка, а ее как-то освещение в медиа, нет? Ну, и обстановка сама. Была одна ситуация, другое дело там, освещение в медиа это одно, а конкретные санкции и конкретная позиция, например, тоже Армения, это совсем другое, там это уже Китай, это конкретика. И, как это, когда я помню, на первом курсе мы тактику изучали, и нам преподаватель, который в Афганистане отвоевал, как полковник, говорит, смотрите, конкретный случай. Вот мы вылетели там на вертолетах, и нас обстреляло с горки две зенитных установки, сбили вертолет. Говорит, через день прилетело много бомбардировщиков. Я выхожу утром, а горки нет как таковой. Нет не зеленых, не только двух установок, горы нету, гору снесли просто. Он говорит, так вот, и я, говорит, вынужден был перепланировать систему обороны нашего расположения на месте, потому что теперь горы нет, она там проглядывается, просматривается, простреливается. Говорит, так вот, вот тут-то я и понял, говорит, что обстановка может меняться быстро и непредсказуемая. Вот это дошло до того, что не только на конкретном поле боя, в узком месте, но и международная обстановка сейчас может меняться очень быстро, потому что мир крайне связан и идет к еще большей связанности, а значит обострение конфликтов. Во-вторых, меры воздействия на него усиливаются постоянно. То есть человек приобретает в руки все более совершенные инструменты и может колебать эту систему противовесов гораздо быстрее и полнее, чем в 19 веке, например. Азия, вот такой вопрос может быть из сферы, где трудно о чем-то говорить здесь в студии, мне уверен, но тем не менее такая сфера финансов, спекулятивный капитал и так далее. Когда говорят, что сегодня падает валюта национальная в Турции, в Эрдоганах. Турция это союзник России по Сирии, по всем этим действиям, и Иран тоже. Ну как сказать. Возможно ли, настолько же, имея в виду, конечно, и ресурс российский, нефть и газ, влиять на валюту России? Конечно, возможно. Мы же видим, что любое заявление серьезное, западное или само российское, сразу резкие колебания рынка вызывает. То есть курса рубля. Да, курса рубля, акции ведущей компании. История с русалом, русским алюминием, она же была очень четко понятна. Когда капитализация обрушилась в какие-то пару десятков раз, я уже точно не помню, серьезно обрушилась по факту введения санкций персонально против русала. Кроме того, мы видим, что рынок нервно дергается по поводу даже отдельных заявлений, отдельных лиц, которые хоть каким-нибудь весом определяют, например, депутат, Госдума или сенатор. Уже колеблет. И это конкретные потери. Потому что капитализация это вывод на биржу. Например, в самой России акции стоят 5 миллиардов, условно говоря, имущество оценивает. Вывели на биржу уже сразу 35 по факту вывода. Но опять же, если что-то предпринимается, международная репутация подмачивается либо промонетизируется, сразу валится все. Потому что биржа это предмет торговли верой в акции. А почему сейчас если вот так то есть можно у Эрдогана и у турецкой валюты такие проблемы? Неужели это потенциал януковичизации Эрдогана происходит? Потому что он дернулся против Соединенных Штатов. А кто держит ядро мировой экономики? Соединенные Штаты и их партнеры по англосаксонскому и шире западному. То есть такая связь, да? Ну они же рейтинги в конце концов прописывают и биржа организована кем? Теми же людьми, против кого дернулся Эрдоган. Значит, возникает вопрос. Я держу биржу. Этот человек, который держит свои акции на моей бирже и в принципе все финансовые инструменты выступал против меня как против держателя. Ну какие его акции будут на том, что я держу? Бах. Правильно. Эрдоган, там ладно, и рубль, и Путин с рублем это все такое. Все-таки вот наша-то гривна она тоже чуть-чуть как-то сползает в отношении к доллару. Тут-то сказал бы, что союзники нам стратегические, Америка, вообще ведем мы себя очень прилично и президент везде как бы совершил визиты, в международной бирже практически не участвовал. Все-таки мы просто скромны. Главным нашим достоинством агропродукции торгуют Чикагская и Парижская биржи. От своей биржи. Поэтому... В политике, Алексей, сейчас ли повернуться лицом уже посмотреть на это вот ваши неожидания, опять же, впечатления от лета и куда это все выведет нас эта кривая такая летняя начала работать с парламентом. Для внутренней политики для меня первое, что мне бросилось в глаза это абсолютно уверенность Порошенко в ходе избирательной кампании. Ее результаты вообще не дергается. Только все-таки бигборды там добавилось с того... Нет, он ее проводит, но он не абсолютно не вызывает никакого беспокойства по поводу того, что, например, Юлия Тимошенко рейтинги 3 раза выше, которые им рисуют. А чем это объяснить? Что-то знает. Админресурс, кроме языков, да? Да, я думаю, что он... Что это такое? Расшифруйте, что это знание тайное. Как я думаю, что он думает так. Покуда у меня в руках СБУ и Генпрокуратура, я выборы не проиграю. Кто бы кому там чего не рисовали. Поэтому это, в принципе, разумный шаг. Кроме того, дядька, который пятый год командует воюющей страной, он начал рычать, стал более жестким, определенным. Это Петр Алексеевич? Петр Алексеевич, да. И он прекрасно понимает, что он не перебьет. Какое у него звание, вы же как военно-то должны зайти, да? Я не знаю, какое у него звание. Ну, какой-то, наверное, лейтенант запаса, может, даже капитан где-то какой-то. Это же не важно. Важно не звание, а должность. Но не генералиссимус все-таки, да? Нет, можно быть рядовым, но при этом верховным и волнокомандующим. Это хватит, чтобы командовать генералом. Важна же должность, а не звание. Ну да, должность, понятно. И, ну, если в системе реальное подчинение, как бы, да. Поэтому я думаю, что он имеет план, в конце концов, это лучший закулисный переговорщик в Украине, который позволит ему выиграть компанию с очень высокой степени вероятности. Он это понимает. Он абсолютно не дергается. Точно знает, что он с очень высокой вероятностью побеждает. А если не побеждает на выборах, то всегда остается другой план. Бах! Чрезвычайное положение. Или военное. В Таиланде военное положение уже 12-й год, и никто не чешется. Туристы ездят, экономика растет. Поэтому, как бы... Для нашей страны сценарий такой не очень... Ну, как сказать. Мы же ни разу этого не пробовали. У них там туристы круглого там нажег, когда туристы только тут нажат. Ну, то есть, надо, конечно, здесь отдать должное Петру Сеевичу как опытнейшему дипломату, и вот вы сказали... Ну, Томас. Если он сейчас сделает Томас, это достижение, которое не перебивается ничем. Это величайшая штука. А как вообще это вот удается все? Что там за... Конъюнктуру хорошо используют в существующем. Мы же когда-то с вами говорили о четырех рамках. Это вечное учение, открытое на Укралайфе, никогда никуда не девается. Да, да, давайте повторим. Чтобы что-то получилось, должна сойтись рамка международная, внутренняя, рамка в той, куда отправляют, на что направлено. Ну, например, давайте, чтобы не абстрактно, а конкретно, чтобы что-то произошло в ДНР, это к вопросу о смене руководства, кстати, та же самая закономерность действует. Надо, чтобы что произошло. И любое действие может быть выполнено, только если три рамки из четырех сошлись. А если две, то уже не получается. А в случае с миротворцем мы, например, не имеем ни одной рамки. Ну, только две. Международное сообщество и Украина. Ни ДНР, ни сама Россия, ни за глаз. Грубо говоря, пока. То же самое с Томасом. Чтобы исправить, так сказать, ситуацию, которая складывалась минимум последние 300 лет, а по большому счету с 16 века, нужно, чтобы международная... Ну, называют ДНРВ, ну, в россияне понятно, что чуть ли не с 11-го там как-то вот не было таких страшных... Еще Москвы не было, а уже была зависимость от Московской церкви. Взаимные там, как в церкви, проклятия, какие-то анафемы. Анафемы, да. Так вот, получается, должна была сойти ситуация общая, международная, ситуация в Украине, ситуация в православной церкви, говоря уже, в Московском, Константинопольском Патришхате и в самой России. Россия, безусловно, против, внутри-то остальные рамки сошлись или их свели, скажем так. Вот поэтому процесс удается. Удается, и там уже, судя по назначению двух представителей, здесь в ближайший месяц мы получаем Томаса. Нельзя ли это рассматривать как какую-то такую настолько блестящую игру, что даже Петр Васильевич как бы переиграл уже президента России таким вот образом? Просмотрел что-то Путин или здесь это вообще... Ну, тут же еще момент, на что это наложилось? На очень большой конфликт между Грецией и Россией. Высылка дипломатов, поджоги этих лесов, невыдача визы там и так далее. Греция констатировала, что все-таки при всей любви к России, при всей православности это страна НАТО и ЕС. Она заявила, что... Критически зависящая, кстати, от НАТО и ЕС. Она заявила, что российские дипломаты позволили себе выход за все нормы дипломатического общения, проводят активную разведывательную и подрывную работу в Греции, в частности, используют православие как шпионскую сеть. Мы этого терпеть не можем, они лишили виз, выслали дипломатов. Вчера лишили виз, какого-то представителя не пустили. То есть на Афон можешь ехать, у него там отдельные визы. Грецию не пускают. И умение эту конъюнктуру использовать, она тоже играет роль. Поэтому, ну кроме того, наверняка, Константинопольскому патриарху подсказывают, как-то с ним беседуют, там, лидеры западного мира, объясняют, что это важно, нужно, и вообще себе учтите, и так далее. У турок особая позиция. Конъюнктура сложилась, это часть санкций. Выдача Томаса Украины, это часть общего процесса давления на Россию. Ну а Россия своими неумными действиями, она давлением, попыткой прямого давления, она, кстати, попытка подкупа. История с этим стаканом, видели, видео я выкладывал. Это видео не мог понять, что это происходит. Отказались выпить из стакана. Да, и так далее. А что это за стаканы были? Ну, нам налили воду всем. Когда Кирилл начал брать этот, ему показал, человек, который рядом стоял, охранник, показал, вы из этих стаканов не пейте, вот ваш пейте из этого. И все остальные, иерархи, в том числе Константиновский Патриархи, отказались. Я, конечно, не верю в попытку отравления, но сам факт, что они уже не хотят пить из этого стакана... На видео было очень странно, кажется. Да, это выглядит определенным образом. Поэтому, перед этим был момент, когда Путин, тоже, Путин, какого-то, каких-то саудовских, или катарских, каких-то шейхов арабских пытался напоить чаем, они отказались деликатно, на видео показали, это спасибо, это чай бы не пью, после Литвиненко. То есть, Россия, против России, конечно, ведется целенаправленная политика, но Россия своими действиями... То есть, Томас, как часть санкций, это любопытно. Томас, это значит, является частью санкций. А Петр Алексеевич, просто поймали, эти люди, которые помогают ему, они поймали его, ну как, как это, не поймали, в какой-то степени организовали. Серьезно, как бы с этого организовали, дело поимеет какое-то... Ну, это грандиозное историческое событие. Дальше же будет этап другой. Дальше вопрос собственности и перехода... Главное. ...приходов, да. Ну, вот эти запугивания религиозной войной, то есть, просто звучит настолько... Не будет никакой войны. ...несовременно, средневеково как-то... Я больше боюсь не российских протестов, потому что, по моему глубокому убеждению, две трети украинских приходов быстренько перебегут в общую церковь и уже ведут эти переговоры. К большому огорчению Ануфрея... Московская патриархия. Московская патриархия перебежит в украинскую. Они уже ведут эти переговоры, это известные факты и так далее. Я больше боюсь протестов тех, кто будет говорить, почему до сих пор не заняли с украинской стороны, почему до сих пор не заняли три лавры, не забрали имущество, не забрали форсирование. Да, то есть, успокаивать придется в украинскую сторону, патриотическую, больше, нежели какие-то там московские протесты. Вот здесь надо будет СБУ стараться, чтобы не дошло до столкновений с нашей стороны. Не начали громить храмы, и так далее, удержать это в рамках цивилизованного. Вот это, меня больше, нежели там сопротивление со стороны Москвы. А теперь представьте себе, это же тяжелейший крах. Российская интеллектуальная настройка над экспансией складывается из евразийства, русский мир, евразийство, православие и что еще? И суверенная демократия. Вот один из столпов крайне проблематизирован. Теперь будет православность. Это большой удар по всей идеологической, Дугинской вот этой конструкции, которую он создавал, интеллектуальный, которая оправдывает притязание России. Так о сроке, когда это может произойти? Там начало, начало, середина ноября. А кроме того, да, российский патриархат, узнав про присылку этих двух эмиссаров, что заявили, что они признают неправомощным действием патриархата Константинопольской, его проблематизируют, а это раскол. Такими играми их могут записать в раскольники со всеми вытекающими последствиями. Это изоляция. Россию изолируют, как чумной барак, со всех сторон, потихоньку поджимают. Интересно, интересно. Что я могу сказать? Таким образом, можно снова оставить этот вопрос, такая старинная формулировка о вмешательстве России в наши выборы, ну, там президентские, парламентские, но только в какой-то такой отрицательной форме, что вот те же самые санкции Томос, они как-то и участвуют. Да, мы же получили, кто-то из великих европейцев сказал, конца 19 века, что как только Германия отобрала, в результате франко-прусской войны, отобрала у Франции и Германии Эльза Салатарингю, то она сделала предсказуемую политику Франции на ближайшие 30 лет. То есть, Франция будет всю политику строить так, чтобы вернуть Эльза Салатарингю и, так сказать, отработать национальное инженение. Заметьте, Эльза Салатарингя находится теперь в ведении Франции и по результатам Второй мировой. Так вот, как это? То же самое здесь. Это обоюдное оружие. Конечно, они сделали нашу политику предсказуемой, забрав у нас Крым и оккупировал Донбасс, но, с другой стороны, они же сделали и дали инструмент, по которым всегда можно тиранить. Как бы Россия не вела разговор о спортсменах, о космосе, об Олимпиаде, о Сирии, о чем угодно, им всегда можно предъявить Крым, всегда можно предъявить Донбасс. А теперь еще сбитие Боинга, теперь еще отравление Литвиненко из Крипалей, теперь еще там попытки применить хоррихинское оружие, и так далее. А теперь еще и православие им предъявят. А с точки зрения, если смотреть на... Я не верю в то, что я никогда не являлся сторонником того, что Украина была колонией Российской империи. Она была... Мы говорили с вами об этом, что украинца была выдающаяся всегда и выходца с Украины в Российской империи. То есть это была кооперация, некая конфедерация Украина-Россия. В конце концов, гетьманат существовал от Переяславской рады, почти сто с лишним лет существовал, до указа по ликвидации Запорожской сечи и всего остального. Элементы гетьманата, магдебургское право в Украине существовало до XIX века. То есть это был некий конкордат такой специфический. И после указа Екатерины о включении дворянства мавороссийского в переравнивание в правах с российским аристократием, сразу попали в высшие, наше дворянство попало в высшую элиту империи. И там проводила Паскевич, в конце концов, человек, который взял девять столиц, фельдмаршал российский, полтавский помещик и так далее. И вот этот конкордат теперь болезненно разрывается под эгидой прочь от империи. То есть риторика такая мы колония, мы наконец-то соединяемся. Конечно, мы не были никакой колонией, но национальное государство можно построить только обеспечив себе национальную церковь, национальный язык, национальную культуру, национальную границу, национальную военную школу, национальную экономику и так далее. И вот это, наверное, последняя связь, которая осталась от конкордатора. Религиозная. Религиозная, да. Спиритуалистическая. Вот сейчас она разорвется. Нет, тут имеется в виду не духовная, а прямая социальная проекция церковных связей. Нет, ну я шучу. Да, учитывая 12 тысяч приходов, вы представляете, любая организация, даже которая призывает к чему делать утреннюю физическую зарядку, имеет 12 тысяч офисов в 40-миллионной стране. Это подавляющее влияние. Подавляющее. К чему бы она ни призывала. В данном случае не важно, чем они занимаются. Важно, что она имеет количественную и качественную структуру, позволяющую очень серьезно влиять на эти процессы. А если вспоминать отказ от пивания солдат и детей, и прочие отдельные культурные эксцессы, вопросы собственности, которые многомиллиардные, то это уже конкретная социальная значимость. Даже чисто если по собственности посчитать. То, что в стране, у которой бюджет 115 миллиардов долларов, условно говорили, 150, сколько бы, как его не считай, имеет стоимость на 30 миллиардов долларов, пятую часть бюджета всегда будет иметь большое значение, какими бы вопросами она ни занималась. И вот тут, Алексей, интересный вопрос все-таки уже о партийных, так сказать, каких-то ожиданиях. Есть же партии у нас, которые прямо поддерживают идею. Их маргинализируют. Их маргинализируют. Вот история с Медведчуком очень хорошо показывает, что Медведчук используется как пугало для консолидации патриотического электората вокруг Порошенко. Вот, что вот угроза реванша, но я вот могу вам сказать, что как бы это ни стало заглавием передачи, что за пять лет мы совершили качественный скачок. Изменения копятся постепенно, реализуются скачкообразно. Государство, некоторые процессы в экономике, тот же там ОС, там все эти вещи, интеграция с Западом, там без виз. Оно само по себе кажется, ну, хорошо, хорошая штука, но в целом-то все остается фигово. Так вот, мы совершили качественный скачок, который перевел социальную систему Украины в ситуацию, когда реванш невозможен. А вот спекуляция угроза реванша возможна и очень легко и спокойно проводится. Иначе бы такой мастерский, кулуарный игрок, как Порошенко, никогда бы не позволило дать канал Портнову, а там Ньюс Ван, а 112-й выкупить в управление Медведчуку, там и так далее, и так далее. Вообще фигурами Тручука выросли, все эти угрозы, бойко, все эти реванши, он, этот реванш невозможен, потому что так называемая ватная часть электората или как и бело-голубая, как ее не назови, она сама между собой ссорится очень сильно и они не могут определиться, чего же они хотят, потому что там есть ультра, левая, как везде, подсознание, оно одно на всех. Как ссорится между собой патриотический фланг, точно под тем же законом и под тем же алгоритмом, ссорится между собой, исходя из тех же соображений, ссорится между собой они не консолидированы. Я слышал вас, понял, что только один человек, одна сила в нашем государстве со всеми и на этой ссоре он регулярно играет. А как вот, расскажите, вроде бы, не все хорошо там начинает, Гройсмана заканчивая... История в СБУ, крайняя, которую все бурно обсуждали. Он взял какого-то товарища из Херсонской области, поставил в администрацию главу СБУ, на которой смеялись все профессионалы СБУшни, как утверждается, я этого не знаю, но утверждается, по прессе я слежу, потому что вкидывается. Он поставил человеком, который должен в администрации президентом присматривать за СБУ, то есть смотрящим за СБУ такое. Ну, как бы, профессионалы в СБУ, как они утверждают, полезли на стенку и сказали, ну, как же так, доколе и почему. То есть, непрофессионального такого кадра поставить, присматривать за областью, где профессионализм очень дорого обходится в всей державе. И, как бы, кем теперь считают верховного главнокомандующего профессионала из СБУ? Все говорят, вот, значит, он поставил там этот сам, это плохое кадровое назначение, или там вот последние, те, которые по фискальной системе, какого-то не того налоговика, он тоже там куда-то поставил. Ну, просто Петр Алексеевич понимает, что он делает такие назначения? Ну, я думаю, что как понимает человек? Ну, понимает, то есть он научился, мы можем констатировать, что, по крайней мере, созданием и управлением конфликтов, в том числе по кадрам, в том числе по силам, он владеет, как бы, и производит это совершенно сознательно. Он неплохой. Производит сознательно конфликты, и потом конфликты управляет. Да, баланса противоречий. Помните, знаменитый разговор пастора Шлага с министром Крауза, когда он говорит, я не поверю, что демократы, англичане, американцы, люди, исповедующие Христа, пойдут на переговоры с Гиммлером. Он говорит, дорогой пастор, политика предполагает забвение ваших терминов. Христос, антихрист, она предполагает соблюдение точного баланса сил. Это главный принцип вестфальской системы. Баланс сил. Прямых, теневых, каких угодно, но баланс. И те, кто так умеет вести политику, возможно, она сменится. Я уверен, что через 50-100 лет она будет другой. Но пока действует вовсю вестфальская система. И те, кто умеет балансировать, а для баланса нужно реальный учет реальных сил, какую бы моральную окраску они не имели, политическую, историческую, и способность воздействовать. Есть люди кричат, которые говорят, что Порошенко подлый, работает с Ахметовым, которого давно пора бы растерзать, уничтожить и так далее. Но Порошенко как думает, когда смотрит, да любой бы на его месте думал, кто помнит. Есть кричащие, какой они реальной силой обладают? Никакой. А есть человек, который обладает совершенно реальной силой, значит, через него можно устраивать совершенно реальный нужный баланс и вектор развития. Это совсем другой разговор. Политика, к сожалению, не имеет моральной окраски. Эта проблема еще от Сократа идет. Когда первое столкновение философии и демократии закончилось не в пользу философии. Она не имеет моральной окраски, она имеет окраску физическую, физическое балансирование сложной системы сдерживания противовеса. Так выстроены все системы, что демократические, что тоталитарные, все равно есть тоталитарные способы баланса этого и так далее. Например, Советский Союз. Формальным главой государства был председатель Верховного Совета. Реальным главой государства был генсек. Балансировать через силовиков МВД, Министерство обороны и военно-промышленные комплексы и ГГБ балансировали, конкурировали с друг другом. Я возвращаюсь к кроме того, что сейчас в большом счету вы считаете, что ничего президенту нашему не грозит. Он себя чувствует отлично, управляет своими конфликтами, создает маленькие новые, назначает каких-то, как вы называли, смотришь. Он имеет админресурс, он президент воюющей страны. Судя по международным достижениям Украины, я не знаю, что он делает внутри, не в состоянии полноценного оценить, но я в состоянии провести аналогию между его игрой международной и тем, что он делает внутри. А международные достижения его крайне значительные. Начиная от Томоса, заканчивая безвизом, единой позиции Запада, военно-технической помощью, помощью экономической и так далее. Если он так играет со сложными игроками западными, которые куда более умные и с большими ресурсами, и с большим влиянием, то есть он на Западе играет снизу-вверх, то в Украине он играет сверху-вниз. Но если он хорошо играет снизу-вверх, то как он играет сверху-вниз? Как это играет? Но снизу-вверх это когда он просит у Меркель замовить словечко за Украину. За Украину, когда он играет по обеспечению Томаса, когда он обеспечивает по сохранению транзитного потока и связывания. Германия же не выгодна на транзитный поток через Украину. Но что? Ну так, легче всего северный поток построить, южный, и расслабиться наконец-то. Тем не менее, что? Получить бонусы с Путина, состричь купоны с какие-то с его мечты, избавиться от украинского транзита. Она же в конце этого года... Вы считаете, что Меркель услышала Порошенко, да? Или что-то другое? Нет, там есть, конечно, соображения, но умение вычислить эти соображения, договориться с американцами, чтобы они повлияли на то же Меркель, договориться с турками. Это же очень сложный баланс. Но мы имеем получение безвиза, получение Томаса, получение военно-технической поддержки, сотрудничества и так далее. Вот, например, есть такой простой критерий, банальный, на уровне материального. Это контрбатарейные радары в бригаде, которые позволяют высчитывать по траекториям снарядов, да, высчитывать, откуда произведен залп со скоростью 5... с точностью 5 метров и со скоростью 6 секунд после выстрела. Наша артиллерия быстро определяет, где находится вражеская, может нанести туда удар, а контрбатарейная борьба и вообще значение артиллерии не приходящая. Мы единственная страна, единственная страна. Не в каждой стране НАТО у союзников есть, у каждой бригады на выражении такой радар. У нас есть. А это уже не вопрос железяки на колесах, которые прикрепили к Хаммеру. Это вопрос политики, которую проводит американская сторона. Так вот, мы единственная страна, даже среди НАТО, которая имеет у каждой бригады на выражении такой радар. Так это нам уже поставили? Нам уже поставили, они уже действуют. А в НАТО не у каждой страны такое есть. у ближайших соединников, которые с ними в одном блоке находятся. Вот оно название – контрбатарейные радары. Да, поэтому… Это не шутки, я просто не знал об этом. Это конкретика просто. Вот сейчас речь идет о том, что будут поставляться комплексы ПВО и противокорабельные средства. А год назад об этом и речи не шли. Помните, как отрицали все это и так далее, и так далее. То есть есть конкретные внешние достижения, внешние достижения там, где наша властная вертикаль играет снизу вверх, вынуждена уговаривать. А там, где ты можешь пользоваться админресурсом – генпрокуратура, СБУ, фискальными органами, армией, силовиками. Ну, как это? Наверное… Ну, поставили же там противотанковые нам, да? Какие-то, я так не понял. Их нельзя применять. В этом году их можно в случае обострения. В этом году номенклатура расширяется. Не говорится, сколько, но минимум еще столько же приедет, а может быть и больше. Потому что заказ уже размещен на заводах американских. И это очень конкретная конкретика, особенно если публика бы знала, как американцы принимают подобного рода решения, какое количество согласований нужно пройти – это тяжелейшая штука. Далеко не все союзники по НАТО могут этого добиться. Показывает, что долгосрочные инвестиции. То, что у нас малоядерный реактор, это даже будет строиться сейчас, американская компания размещает. Это же инвестиции, которые окупаются за 25-30 лет. Видно, что долгосрочные ставки на Украину. Последний вопрос. Казалось бы, он самый праздный, хотя все же это чувствуют и не высказывают. Может прямо, а только предчувствуют. Популярность, скажем, даже не у народа, а в массе у президента. Но она же, судя по тому, что пишут со всех сторон… Есть такое очень грубое, но точное. Грубое и точное. Во-первых, мы начали рисовать сейчас большие рейтинги снова. Во-вторых, есть грубый и точный анекдот. В Велорибе измеряли длину удочек у мужчин. А в Велобадже, как это, опрашивали. Так вот, в Велобадже 26, а в Велорибе 15. Потому что там опрашивали, а здесь измеряли. Что нам дают эти рейтинги? Что такое рейтинг? Это электронные сигналы на экране нашего телефона. Кто и как их организовал и с какой целью – это очень большой вопрос. Во-вторых, 96-й год выборов в России. Сколько у Ельцина было? И сколько у Зюганова? Вот вы что вспомнили. Кто победил? Победила в том случае не дружба. Дружба, да. Так вот, это большой вопрос. Остается масса вариантов, начиная от чрезвычайного положения, заканчивая выигрышем выборов за счет каких-то… Но я даже не только понял социологии, так называемые, или опросы. А вот общественное сознание, массовое сознание. Вот оно чему подчиняется? Помните вся психология массы? Понимаете, в чем фишка? Несмотря на что показал этот Фейсбук, когда случилась невозможная вещь. Любой человек может стать знаменитым просто потому, что он ведет свою страничку. Раньше, чтобы стать знаменитым, нужно было 20 лет усилий или 15. А такие исключения типа «режиссер встретил девушку, снял не актрису, она стала знаменитой», хотя и были, но это только подчеркивает правила. Сейчас каждый человек может стать значимой общественной персоной, просто выражая свои мысли в социальных сетях. И люди, даже самые простые, ведущие Инстаграм, Фейсбук и другие сети, они возгордились и решили, что теперь они великие ЦБ, они самостоятельные, они могут организовывать группы, выражать свое мнение, соглашаться, не соглашаться. Фейсбук управляет политикой. Но проблема в том, что проблема власти и собственности не разрывна. Ее один раз попытался разрывать Советский Союз. Хорошая была попытка, интересная, по крайней мере. А вообще она не разрывна. И те, кто держит реальные активы, начиная от силовых, заканчивая финансовых, после первого периода краткого растерянности, быстро взяли это все на вооружение. И то, как выбирали Трампа, все суды, которые идут. Вопрос Big Data, вопрос технологий, которые применял как его там наш этот темный гений, который у нас тут отметился, Манафорт, показывает, что даже американское общество целиком построено на системе сдерживания противовесов, на кооперации, на открытой свободе слова, на взаимном контроле и так далее. А еще говорить про украинское. К сожалению, мы должны констатировать весьма управляемое через социальные сети, средства массовой информации, через старые и новые технологии управляемое общество. Как это не больно признавать отдельным сообществом, либо отдельным членом, который считает, что я-то, конечно, общество управляемое, но я-то, конечно, сохраняю критическую способность. Общественное мнение формируется. Волны компаний и периоды сроки, в которые они формируются, от месяца до трех. Компании – это сто дней. До выборов еще так много времени, что удастся привести две компании, которые могут радикально переменить все рейтинги в разную пользу. Я не обязательно говорю, что в пользу президента можно провести, но у него реальный ресурс и совершенно реальные достижения. Перебить это очень сложно. Игроками такого класса является, пожалуй, в Украине только Юлия Тимошенко. Но Юлия Тимошенко проблематизированный человек, потому что у нее сложная репутация, антирейтинг такой же высокий, как рейтинг. А во-вторых, что происходило в момент, когда с него Россия снимала обвинение в нажухивании Министерства обороны на 400 миллионов долларов – это большой вопрос. И те люди, которые имеют эту реальную информацию, если они ее имеют, им в состоянии ее предъявить обществу широко, популярно, имеют критическую карту, критический ресурс в отношении Юлия. Я назвал крапленую. Ну, какая ни на есть. Это все проблематизировано, но тем не менее, это дискурс общественный, который мы не можем избегать. И вполне возможно, что ходы, тайные предусмотрены в решающий момент, предъявить какую-то подноготную. То есть со стороны России вброс какой-то? Не обязательно со стороны России, со стороны Генеральной прокуратуры. И вопрос, правда это или не правда, это уже будет чем? Это уже очень отдаленный вопрос. Важно, как и по каким фишкам будет проведена кампания, и что можно будет предъявить в качестве контркомпании. А это даже для такого мощного игрока, как Юлия Владимировна, очень тяжело будет сделать, контркомпанию провести, если она пойдет по вот этому варианту. Понимаете? То есть по линии Юлия Владимировна и Газпром. Юлия Владимировна и Путин. Уже пошли вбросы. А что ваш взят делает в Москве так часто? А что ваш муж делает в Праге? За какие средства он выкупает пол Праги? А что там, то все, пятое-десятое. И все это в какой-то… Это пока… Знаком против фейков какой-то. Это на уровне ощупывания. Ну так мы же говорим о компаниях. Мы же говорим о том, за что идет гибридная война, в том числе и внутренняя волна. Это идет за то, к какому состоянию мозгов человек подойдет, например, к избирательной корзинке. А это рассчитывается не вообще, а как поиск истины и установление объективное, а как компания, которая обязана довести его до определенного состояния мозговой души в момент, когда он подойдет к избирательной уровне. То есть я про Попера напомнил, я напомнил вам про артеку Гассета такого, да? Восстание масс. Я так понимаю, что восстание масс уже прошло, а восстание элит, это другое там было автора, не помню. Оно, на ваш взгляд, оно просто невозможно, да? То есть как-то все это… Восстание элит, наоборот. Я говорю, что любые серьезные изменения образуются так. Доведение до определенного, когда так дальше жить нельзя. Революционная ситуация. Выделение из элит какого-то кластера элит, опора на весь народ или на часть, и совершение больших перемен. Ну, просто говоря, против Порошенко никакие элиты не восстанут. Контролитный переворот. А кому там восставать против? Все эти игрища, когда они сходятся и говорят… Коломойский там вроде как был в свое время. Корбана посадили на полтора года, на условный срок вернее, а потом обменяли. При всей мощности игры клана «Приват» его растерзали в считанные секунды, как ту зигрелку. Потом у него отобрали «Приватбанк», один из основных ресурсов системы образующей в Украине. Что сделал Коломойский? Ничего. Мы с вами когда-то говорили, понимаете, что можно сколько угодно говорить о рейтингах и так далее, а решает, в конце концов, сержант Петренко, который пришел с печатью, он уложил арест. Сержант, и что ты с ним будешь делать? Переигрывать верховного, главнокомандующего страны, в которой 400 тысяч отмобилизованных силовиков, в которых идет война, которую поддерживает Запад и который имеет ресурс в качестве генпрокуратуры, очень, очень сложно. Нравится нам это или нет? Это почти как военный оркестр звучит. Я думаю, что те люди, которые пугают его сговором, там вот в Коломойске договориться с Юлией Владимировной, а не с Аваковым, а они потом с этим самым, и как бы все олигархи против Порошенко, это просто попытка выторговать место возле Порошенко, стращая его возможным проигрышем. Ну, как бы лучше куларным переговорщиком является он сам. Я вполне верю, что он прекрасно договорится с Юлией Владимировной и оставит всех этих Коломойских и всех остальных с носом, просто напрямую с ней договорившись. И такое возможно. Вот. Поэтому, как бы, тут же же момент какой. Если смотреть не на… Не говорится о том, что он будет премьер-министром? Если смотреть не на что угодно. Если смотреть не на, например, реформу Конституции, которая сократит полномочия президента, усилит… Все варианты рассматриваются сейчас. Так вот, если посмотреть внимательно не на медийный след, а на реальный баланс сил, то мы должны констатировать, что, а, мы его не знаем до конца, б, мы не знаем, что там происходит, можем садить только косвенно. Поэтому говорить что-то определенное с нашей стороны было бы опрометчиво. Но то немногое, о чем мы можем говорить, показывает весьма определенную картину, что с высокой вероятностью побеждает на выборах Петр Алексеевич, если не произойдет что-то, что радикально изменит. Но мы это успеем обсудить на следующей передаче. Правда, у нас по-другому получилось, но есть такая притча, когда человек шел к мудрецу, Лев Аристоевичу, было бы так, и тот сидел медитировал, где-то в пещере, огни, звезды, и он решил подождать до утра. И вот всю ночь там холодно, зябко ждал, человек медитирует, и утром говорит, ну вот что бы… Он говорит, правда хорошо мы поговорили. или вариант, да, или шаг, или мир, либо… Но мы-то поговорили, конечно, используя все эти вербальные наработки. Алексей, спасибо, хорошо мы начали, я думаю, что будем как-то продолжать. С нами был Алексей Аристоевич, продолжаем трансляции на Укрлайфтв.